Блюм Никогда не поздно стать тем, кем ты бы мог быть, Джордж Эллиот. И как много в этих словах правды, ведь никогда не поздно зайти и начать играть в Блюм. Но сначала немножко предыстории. Начался 2024 год, и появился он, Ноткоин. Сейчас мы называем его просто отец. Мало кто верил в него, скептиков было уж слишком много. Они сомневались, они не верили, они хейтили всех в комментариях. Говорили, что это тупая кликалка, ты тратишь свое время. Зачем все это? Но сейчас мы видим это. Ноткоин сначала выпустили ваучеры, потом они залистились на дексы, потом был просто листинг на все популярные биржи. И те, кто хотел заработать, те, кто верил хотя бы чуть больше, заходил несколько раз в день, те получили свою награду. И сейчас они почуют на лаврах. Можно было легко каждому человеку заработать минимум 1020. А если подождать чуть-чуть, то и все 40. Если вовремя выйти и вовремя зайти. И пока Ноткоин процветал, появлялась куча других проектов. Интересных, сомнительных, странных, лагающих. Но в один момент появился он. Всадник апокалипсиса. Хомяк. Субтитры сделал DimaTorzok И с одной стороны, хомяк классный. Он реально привлекает людей. Там интересный геймплей. Там постоянно что-то добавляют новое. Там огромная аудитория. Казалось бы, что они переняли все, что сделал Ноткоин. Но только Ноткоин был первым. За Ноткоином стоит Тон. Это основной рекламный проект Тона, благодаря которому Тон выстрелил практически в два раза за это время, пока все происходило. Ну, не чисто ему, конечно. Но все-таки он внес немалую лепту. А что сделает хомяк? Большой вопрос. Я сам в него играю. Заходите в хомяка. Ссылочки тоже оставлю, если вдруг вы его не застали. Но представьте на секунду, что есть проект, в который зайти еще не поздно. Но при этом за ним есть сила, есть идея. И это, конечно же, Блум. Или Блюм, как некоторые его называют. Честно говоря, не важно, как он называется. Важно, что за личности стоят за ним. Успешно из них. Но бы все одну вещь позабыли. Дело не в количестве панча. Не в качестве риска. Дело в личности, что за ними. И никто лучше не презентует этот проект, чем сам Сео Владимир Смеркис. Смеркис. И сейчас я вам покажу фрагмент своего канала Крипто Смеркис. И он расскажет, кто он такой и что за люди состоят в его команде. Друзья, вы часто спрашиваете меня в личке о том, что же такое Блум и что мы строим. Во-первых, я хотел бы рассказать о команде. Это бывший топ-менеджер Байненс в лице Глеба Костарева, который был вице-президентом. Отвечал более чем за 65 стран и напрямую репортил Сизи. Это я, Владимир Смеркис, который отвечал последние два года за 9 стран в Байненс. Это Володя Масляков, который строил экосистемы, такие как брокеры Экзанты, блокчейн первого уровня Эверскейл и многие-многие другие проекты. Ну а также коллеги и партнеры из Trust Wallet, из Байненс и многих других компаний, которые в криптоиндустрии уже достаточно долгое продолжительное время находятся. И какую же мы проблему с вами решаем? Вы знаете, мы недавно попробовали купить один из мемкоинов на Аваланче. Нам и посчитали, с мобильного телефона это все было, и мы попытались посчитать количество шагов, которые нам необходимо сделать для того, чтобы это совершить. С 42 шага. Регистрация, переключение между сетями, покупка авакса для того, чтобы оплатить газ и так далее. Вот нам кажется, что для того, чтобы сделать большой криптоадопшен для ритейл-пользователей, таких сложностей не должно происходить. Это первая тема и задача, первая боль, которую мы пытаемся решить. Подытожим. Собрались крутые мужики, которые понимают, как работает рынок, которые видят глобальную проблему, видят, что на продукт будет спрос. И у них есть идея, у них уже есть проект. Они знают, что нужно с этим делать. Они это делают. То есть придет огромная аудитория. Уже начинается бычий цикл. Будет миллионы людей. Они уже зашли в Телеграм. Они уже начинают знакомиться с криптой. Что-то какие-то кошельки. Чуть-чуть начинают в этом разбираться. Но, как и сказал Владимир, 42 шага на аваксе. Ну, авакс, возможно, не такой популярный. Я сам, честно говоря, им не пользовался. Ну, возьмем даже какие-то более простые сети Тон, Солана. Это все равно достаточно сложно. Создавать какие-то кошельки. Даже регистрация на бирже для многих людей становится проблемой. И они сделают так, что внутри Телеграма, либо просто скачав приложение, ты уже получаешь доступ к огромному количеству монет. И легко можешь их обменять на другие, либо вывести. Но как это будет реализовываться более точно, увидим далее. Ну, что первое у вас есть на бирже? Конечно, у вас есть кошелек. И кошелек мы собираемся как раз в конце второго квартала, начале третьего квартала интегрировать в Блум. То есть это значит, что вы на своем балансе сможете увидеть не только Блумпойнты, но и увидеть еще дополнительные разные монеты. Откуда же они могут взяться? Это функционал так называемого, пока что рабочее название, Мемпада. Мемпада это не только для мемкоинов, это формат взаимодействия с другими проектами, которые могут принести вам настоящий доход в настоящих криптовалютах. В настоящих я имею ввиду не в поинтах, а в ликвидных абсолютно валютах. Почему мы это делаем? Проектам нужна аудитория, и эта аудитория у нас есть. Нашей аудитории нужны какие-то так называемые incentives, или благодарности, или бенефиты, или возможности что-то получить осязаемое. Ну, в частности, криптовалюты, например. И мы подумали, что мы можем скрестить эти две механики, и сделать полезно и нашей аудитории прежде всего, и проектам, безусловно, тоже. Поэтому мы приглашаем в сотрудничество разного рода блокчейн-проекты с мировым уровнем, которые могут аллоцировать определенное количество своих токенов, уже торгующихся на бирже, либо которые только запускаются и будут торговаться в децентрализованных биржах, в централизованных биржах, абсолютно не важно. Так вот, они приходят к нам, дают нам пул какой-то, неважно, это 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов или 300 тысяч долларов, которые мы раздадим нашим пользователям. Каким образом пользователи смогут на него претендовать? Получить они это смогут, выполняя две разные механики. Первая механика – это, конечно, через таски. Выполняя различного рода задания, например, загрузив приложение проекта, или стартовав мини-проекта, или подписавшись на его социальные аккаунты, вы сможете получить токены этого проекта. Это настолько гениальная схема и настолько простая, получается win-to-win-to-win. Bloom создает классный проект, ты в него заходишь, не вкладываешь никакие свои средства, проявляешь активность в интересных проектах, учитывая, кто занимается Bloom, вряд ли они будут втягиваться в какой-то скам. И проект тоже раздает свои токены, популяризирует их, люди их получают, начинают в них больше разбираться, подписываются на сети. Класс, все в плюсе. Но и это еще не все. Это игра. Как вы знаете, в игре есть три сейчас предмета, которые падают с неба. Такой эйрдроп фактически происходит. Это цветы. Цветочки, многие их путают со снежинками. Видимо, зеленый цвет ни о чем не говорит. Или мы плохо нарисовали. Не знаю, дайте знать в комментариях, как на самом деле, как вы их называете. В общем, это снежинки. Это бомбочки, которые взрываются, и которые могут отнять у вас определенное количество поинтов. И это фризы, заморозки, льдинки, которые есть в нашем приложении. В этой игре добавятся новые виды активов. Добавятся конкретные криптовалюты, которые сотрудничают с проектом, которые мы хотим вознаградить наших пользователей. И ловя эти токены, вы сможете получать вознаграждение в этих токенах. И увидеть их в кошельке Блума. Это такое большое двойное нововведение, которое появится в конце второго квартала, в начале третьего квартала 2024 года. То есть фактически мы хотим дать пользу, осязаемую материальную, нашим пользователям. И это будет очень круто. То есть такая механика тебя действительно втягивает в игру, втягивает в проект. У тебя будет нереальная увлеченность этим. Ты будешь звать друзей не в какой-то фантомный проект с какими-то токенами и так далее. Ты будешь получать реальную крипту, просто заходя, играя, приглашая друзей. Да, вроде сейчас все так сделано, но пока это рисовано чисто на бумаге. И непонятно в какой сети и где это будет. А здесь ты уже на бирже. У тебя уже есть кошелек. И на этот кошелек во время игры ты получаешь настоящую крипту. Это звучит. И у меня не укладывается просто в голове, насколько они смогли перенять эти все настроения, увлеченностью игрой, рекламу. При этом серьезное само по себе приложение. Это целая биржа внутри кошелька. Вау. Ну и вытекающая из этого, собственно говоря, мысль. Что же делать с этими балансами? Их надо иметь возможность куда-то выводить, куда-то переводить и что-то с ним сделать. Поэтому мы дадим возможность подключить через Stone Connect и через другие Wallet Connect кошельки. Собственно говоря, с которых вы сможете выводить ваши монеты в другие площадки. Пока на Blume еще нет самого торгового функционала, который появится в третьем квартале. Торговый функционал, когда вы эти монетки сможете поменять, например, на USDT или ваше USDT, докупить те монетки, которые вы получили благодаря игре и благодаря таскам. Вот эта механика будет уже доступна совсем скоро. Считанные недели остались до ее реализации. Я лично очень жду. Мне кажется, это очень может ярко повлиять на будущее Blume. То есть все будет развиваться поэтапно и пока они не разработают, не проверят свои кошельки именно биржи, они дадут подключить возможность уже проверенные Тоновские кошельки, чтобы как можно быстрее вы обучались этому всему и могли выводить свои монеты. Ну и чего же нам ждать? А как говорят разработчики, ждать нам нужно конца года. Именно к этому времени они планируют полностью завершить работу над проектом, интегрировать все, что они хотят и уже полноценно запуститься в 2025 году. Ну а пока у нас есть прекрасная возможность нафармить большое количество внутренней валюты. Она будет использоваться, как я думаю, как и у всех бирж, возможно для комиссии, но и также будет сама иметь ценность, то есть ее можно будет скорее всего продать. Ну а также будет листиться и на другие биржи. Я думаю, что это будут две самых популярных биржи в этом сегменте. Это OKEX и Bybit. Ссылки можете найти на них в описании к видео. Ну а на этом я заканчиваю свой небольшой обзор на данный проект. Я в него очень сильно верю. С самого старта практически им занимаюсь. Если хотите развиваться в нем, прокачиваться и получать полезную информацию, заходите в мой ТГ, в мой YouTube. Всем спасибо.